Привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как делается очень простой и очень оригинальный в своем оформлении декор. Я уверена, вы его уже не раз видели на тортиках, и на свадебных, и на любых других он смотрится очень интересно. Делается он очень просто, и для этого нам абсолютно не понадобится ни аэрограф, ни кондитерская посыпка, ничего для этого не понадобится. Мы возьмем для этого только желатин. У меня вот такой вот желатин, он довольно крепкий и ведет себя хорошо. Я буду его смешивать с водой 1 к 6. Я буду делать маленькую порцию, для того, чтобы просто вам показать, как это делается. Поэтому сделаю всего лишь на 1 чайную ложечку. Вы видели, я всыпала чайную ложечку желатина, и теперь добавляю 6 чайных ложечек воды. Вода у меня комнатной температуры, не горячая, не холодная, просто комнатной температуры. Отставляю свой желатин, для того, чтобы он набух минимум минут на 15-20. И вот такая кашица у меня получилась. Ставлю ее в микроволновку до растворения. Через каждые 5 секунд перемешиваю. Разделила я на 2 крохотные порции. Одну буду делать золотую, другую перламутровую. Для перламутровой я добавила немножечко в желатин диоксида титана, чтобы он не был прозрачный. А в другую буду добавлять золотой топ-декор краситель. Если у вас есть дома краситель металлик, это вообще будет очень красиво смотреться, блестеть будет очень красиво. Теперь в свою перламутровую буду добавлять еще серебряный кандурин. У меня это золотая искра. Перемешиваю. Вот такой вот он получился. Хорошо переливается. Оставлю его на пару минут для того, чтобы он был не такой жидкий. И буду выливать его на силиконовый коврик. В принципе, он от любой поверхности у вас должен хорошо отойти. Я попробовала вначале намазывать кисточкой, но на силиконовом коврике желатин очень стягивается. Да и плюс он начал уже у меня застывать, потому что порция маленькая, он очень быстро схватывается, так как насыщенный. Я подогрела его немножечко в микроволновке и вот вылила его просто весь. Немножечко кисточкой распределяю. Слой делаем не очень толстый, но и не тонкий. Я попробовала золотой сделать потоньше и мне результат в принципе не понравился. Я сейчас покажу. Вот я развела уже кандурин, еще сюда добавила золотой. Он очень хорошо переливается и начала наносить. Старалась пошире распределить свой золотой. Видите, сравните, какой большой пласт золотого и какой был серебряный. А количество практически одинаковое. Но здесь вон есть и такие полупрозрачные места. И вот теперь он после сушки. Я сейчас еще покажу, когда его подниму. Там прям видны такие полупрозрачные места. И плюс с ним работает тогда не так удобно. Поэтому лучше сделайте слой поплотнее. Всегда удобно работать, если у вас залит большой пласт. С ним быстрее работает. У меня вот посмотрите, тот, который перламутровый, он когда высох, он прям сам отошел и скрутился. А золотой остался ровным. Потому что пласт побольше. Не смотрите на то, что его немножечко так покорявило. Это абсолютно никак не скажется на наших паеточках. Вот вы видите, он такой аж полупрозрачный. Нужно было его делать чуточку потолще. Вы сделав один раз, уже поймете, как делать следующий. Смотрите, теперь нам понадобится для этого всего лишь дырокол. Больше никаких других приспособлений. У меня дырокол, который делает две широкие дырочки. Если у вас такое, что делает по две сразу, рядышком, с ним вообще работать очень удобно. И просто берем... Удобнее, конечно, когда это ровная поверхность. Сейчас разрежу, покажу. Просто дыроколом продырявливаем наши паеточки делаем. И по кругу подряд. Лишнее обрезаем теперь и делаем в следующий раз. Если у вас большой пласт, с ним удобнее работать. Потому что вы сразу делаете по 20-30 паеточек. С маленьким вот неудобно постоянно обрезал. Обрезал не совсем удобно. И вот так вот собираем, собираем наши паеточки. Посмотрите, вот они все одинаковые получаются. Очень легенькие, перламутровые и красивые паеточки. Откладываю точно таким же образом. Сделаю и золотые. Смотрите, это у нас безотходное производство. Остатки я взяла и замочила в небольшом количестве комнатной температуры воды. Буквально на 1-2 минуты. Теперь я водичку солью. И у нас получается такая уже мягкая, по сути, у нас получились листы желатина. Как листовой желатин, который продается. И после замачивания вот такая вот становится мягенькая вещь. Которую мы обратно отправляем в микроволновку. Можем растопить. Но нужно будет добавить еще немножечко кондурина. Потому что он вымывается у вас в воде. И обратно отправить на коврик сохнуть. Кстати, забыла упомянуть о том, что сушим мы желатин в сухом помещении. Просто при комнатной температуре. До момента, пока он не начнет сам отходить. Вы видите, когда это произойдет. Это может быть как и 2 часа, так и всю ночь вы можете сушить. Когда он полностью просохнет, перестанет быть липким. Он сам у вас будет прекрасно отходить от коврика. Вы видите, какие пайеточки красивые, золотые вообще получаются. Также хочу сказать о том, что из такого желатина, который сухой, можно делать и всевозможные вот такие вот бантики. Они тоже очень симпатично смотрятся на тортике. Просто что здесь у меня довольно тонкий лист. Если он будет потолще, он не будет нигде у вас просвечивать. А будет просто очень красиво блестеть. Блестит он, вы видите, с двух сторон. То есть он очень красивый. Если вы добавите немножечко диоксида титана, он будет светлее, но не будет таким прозрачным. Можно делать всевозможные вот такие вот завиточки на тортике. Но не забывайте приклеивать к тортику желатин. Его можно клеить тоже на капельку желатина растопленного. Смотрите, я взяла просто для того, чтобы вам показать небольшую такую пироженку. И буду на нее клеить свои пайеточки. Так как у меня их немного, поэтому у меня такая маленькая пироженка. Клеить я их буду на декор гель. В принципе, те, которые белые, их можно клеить и на глазурь. Обычную глазурь, которую мы покрываем пряники. Та, которая золотая, лучше все-таки ее клеить на декор гель. Если вам нужно получить цвет бронзу, в декор гель добавляем немножечко какао. И тогда наше золото будет немножечко темнее. Еще хочу сказать, лучше сам тортик использовать в тон нашим пайеткам. Тогда цвет будет равномерный, однотонный и не будет видно никаких пробелов. Так как у меня, вы видите, абсолютно разные цвета. У меня зеленые пироженка, золотые и перламутровые пайетки. Поэтому еще немножко видно места, в которых нет пайеток. Там еще можно капельку декор геля добавить и приклеить наверх. Тогда будут заполнены полностью наши пироженка. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. И он вам, я уверена, точно пригодится. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока!